Всем привет! Если ты следишь за IT-индустрией, то тебе обязательно нужно посетить канал под названием AppleTime. На канале вы найдете различные лайфхаки, связанные с телефонами. Как удалить царапины с экрана, какой телефон лучше купить в 2016 году, как избежать штрафа за превышение скорости, работа в интернете с помощью приложений. Все это и многое другое вы найдете на AppleTime. Проходите, смотрите, подписывайтесь. Друзья, всем привет! Пришел очередной пакетик вот такой немаленький. Оценили его в 3 доллара, вес 20 грамм. Написали микропроцессор. Отправили из Китая. Давайте вскроем и посмотрим, что там. И посмотрите, пришел долгожданный, очень ждал я его. Это USB-паяльник, 5-ти вольтовый. Ну вот, посмотрите, упаковочка очень достойная. Даже можно брать в подарок. У меня ничего не помялось, все идеально. Вот такая вот картоночка здесь. Минимальная инструкция, наверное, все данные. Ну да, работает 5 вольт, потребляет 8 ватт. Разогревается в течение 15 секунд. В комплекте у нас сам паяльник с колпачком. Смотрите, такое маленькое миниатюрное жало. Подставочка с достаточно толстого металла. Сам провод питания. Ну и на пробу чуть-чуть припоя положили. Вот, сейчас я попробую его проверить. Вот этим пауэрбанком, который я собирал. Проверим его вот на таком небольшом кит-наборе. Это у нас стабилизатор, трансформатор, не знаю, как его обозвать. В общем, подаешь 5 вольт, а на выходе у нас 12. Преобразователь будет. Давайте сейчас этот распакуем и посмотрим, что и как. Компонентов у нас здесь немного, так что сборка будет недолгой. Сейчас давайте соберем наш паяльничек. Здесь у нас кнопочка, которая реагирует на прикосновение. Когда вы прикасаетесь, то паяльник включается. Включил секундомер и сейчас давайте проверим, правда ли, что он за 15 секунд нагревается. Немножко задымил. Кстати, он включен даже, когда просто... Ой, 15 прошло секунд. Вот, посмотрите, моментально плавит припой. Всё отлично. Итак, сейчас давайте проверим, сколько он потребляет. Не знаю, хватит ему одного ампера, нет? Так, видите, он не включён. Вот, прикасываемся, и всё включилось. Так, потребляет он 1,25. Напряжение просело до 4,7 почти. Сейчас посмотрим, он же нагреется до максимума. Как упадёт он. Вот, нагрелся он, и чуть-чуть упало потребление. Это до 1,2 ампер. И сейчас посчитаем, сколько он потребляет. Умножаем амперы на сколько вольт у нас в этом, в пауэрбанке. 6 ватт. Вот, а заявлено 8. Но, возможно, просто ему нужен помощней пауэрбанк. Здесь-то 1 ампер выход. Он высасывает с него 1,2. А теперь давайте приступим к сборке нашего кит-набора. Вот, приготовился к пайке. И теперь сейчас выставим резисторы. Сейчас сфокусируются. Здесь всё нарисовано. Только надо будет замерить, и всё. Всё очень легко. Светодиод ставим длинная палочка плюс, короткая минус. Ну вот, выставил почти все элементы. Останется только потом вставить микросхемку. И припаять клеймо. Сейчас давайте припаяем. И будем дальше уже собирать, смотреть, что и как. Так вот, припаял клеймо. И не стал показывать, как. В принципе, это незачем. Платку отмыл. Сейчас давайте вставим микросхемку. Вставляем согласно ключику. Это вот здесь выемка, и вот здесь. Усики подгибаем. Так легче вставлять. Вот. И всё. Теперь давайте проверять. Так, светодиод у нас загорелся. Это уже хорошо. Давайте проверять. Подам 5 вольт. Давайте смотреть, что на выходе. И на выходе у нас тоже 5 вольт почему-то. В общем, моё устройство нерабочее. Итак, китнаборчик мой оказался нерабочий. Скорее всего, какой-то из компонентов бракованный. Ну да ладно. Цель моя была это проверить USB паяльник. Он полностью справился со всеми своими задачами. Но при заказе китнаборов я всегда читаю комментарии. И очень много у людей брака идёт. Китайцы в последнее время много шлют брака. Но ничего страшного. Закажу ещё один такой, и с паяем уже будем проверять. А сегодня мы обозревали вот такой USB паяльник 5 вольтовый с мощностью 8 ватт. Нагревается он действительно до 15 секунд. Всё отлично. Олово тут же плавится. Мне очень понравилось с ним работать. Олово, посмотрите, липнет отлично. Сейчас сфокусируется. Ссылочки я оставлю на сегодняшний товар внизу в описании. Пройдите, посмотрите. Паяльник меня очень порадовал. Теперь он будет всегда со мной. Кину его в бардачок. Так как можно и от прикуривателя, от автозарядки что-нибудь спаять в полевых условиях. Ну, на этом заканчиваю видео. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Давайте попробуем. Смотрите, ничего не остаётся. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот гора. Таких приспособлений для заваривания в чай. Приходили они постепенно. Я вот накопил все их.